Впервые за долгое время эксперты зафиксировали начало тенденции по снижению цен на столичные новостройки. С чем это связано и как долго продлится, в каких районах Москвы квадратные метры подешевели сильнее всего, на какие скидки готовы сейчас пойти застройщики, Деньги24 разберутся подробно. Всем привет, это Деньги24, меня зовут Евгений Беляков и ближайшие пять минут все самое интересное из мира экономики и личных финансов. Об этом говорят шепотом, скрестив пальцы и постучав по дереву, чтобы не спугнуть. Но, судя по всему, пузырь начал сдуваться. Цены на недвижимость в Москве пошли вниз, пускай понемногу, но тенденция все-таки налицо. Причем дешевеют не только новостройки, но и вторичка. С чем это связано, долго ли продлится и самое главное, насколько глубока кроличья нора, в которую падают цены на квадратные метры. Вот в этом давайте и разберемся. Для начала оценим ситуацию на рынке. И лучшее слово, которое ее характеризует, это обвал. Согласно данным метриуму, в третьем квартале в Москве заключили всего чуть больше пяти с половиной тысяч сделок с новостройками. Просадка по сравнению с прошлым кварталом 38%. К аналогичному периоду прошлого года спрос рухнул вдвое. Вряд ли это кого-то удивит. Если смотреть глобально, то цены на московские квадраты стали стремительно расти в 2019 году. Тогда сказалось падение рубля и введение скроу-счетов. В 2020 году на фоне пандемии власти запустили льготные ипотечные программы. Цены тогда просто ракетой понеслись вверх. Этот рост было не остановить. Льготная ипотека, по сути, стала главным двигателем рынка. Потом наступила осень 2022 года. Первый такой серьезный кризис рынка. Цены на московские квадратные метры потеряли от 7 до 10% в среднем. Но уже весной 2023 года на фоне продления и обновления льготных ипотечных программ на рынке снова наметился ренессанс. Цены вновь стали расти. И доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выданных жилищных кредитов по расчетам Центробанка достигла 75%. Летом 2024 года массовая льготная программа закончилась. По остальным программам лимиты, выделенные государством, подошли к концу и вот он итог. Рынок сначала встал, затем обвалился, по крайней мере, с точки зрения спроса. А вот цены такой стремительной реакции не показали. Они пошли вниз, но лишь на самую малость. Если верить данным метриум, то с июля по сентябрь стоимость московских новостроек снизилась на 4 с небольшим процента. В среднем квадратный метр на первичном рынке столицы в массовом сегменте стоит сейчас 328 с половиной тысяч рублей, но это все равно на 4% дороже, чем в год назад. Для большинства москвичей единственный доступный вариант купить квартиру сейчас, неважно на первичном или на вторичном рынке, это ипотека. Рыночная ставка по ней сейчас на максимальных значениях 22,3% годовых. Ну, мягко говоря, это запредельные проценты. Мало кто сдюжит при таких ценах и при таких ставках, как сейчас, влезать в эту авантюру. При том, что еще и первоначальный взнос нужен, а он в среднем, напомню, около 30%. Ну, просто для понимания. Давайте возьмем классический 33 квадратных метра по средней московской стоимости. Это 10 миллионов 840 тысяч рублей. Ипотека на 30 лет, первоначальный взнос 30%. Так вот, по текущим ставкам это больше 140 тысяч рублей ежемесячно. Просто с ума сойти. Ну, что остается застройщикам? Ну, по логике, снижать цены, тем самым стимулируя спрос. Но они не спешат это делать. Объясняют это тем, что квартиры подорожали, потому что строить их стало дороже. Стоимость квартиры отражает, мол, затраты застройщика. Если цены снизить, тогда у застройщика не будет прибыли. Ну, отчасти это, наверное, правда, но лишь отчасти. Потому что девелоперы могут и готовы давать скидки покупателям. Это означает, что у них зазор небольшой все-таки есть. Согласно оценкам НДВ, сейчас 64% новостроек продаются со скидками. Девелоперы об этом говорят открыто. Оставшиеся застройщики не отсвечивают, но дисконт вполне реально согласовать непосредственно при покупке. Но, как и всегда, есть нюансы. На скидку могут, как правило, рассчитывать лишь те, кто приходит на сделку с живыми деньгами. Ну, а в реальности же средний дисконт не превышает 5%. Опять же, это все очень такие усредненные показатели. Все зависит от объекта, его метража, стадии строительства и, конечно, местоположения. Так, аналитики BNMAP изучили сайты застройщиков и сравнили, как изменились цены в строящихся ЖК в разных районах Старой Москвы за последние три месяца. Сильнее всего почти на 19% подешевели квартиры в новых ЖК района Лефортово. 13% скинули квартиры в Южном Медведкове. И около 12% в районе Москворечье-Собурово. В топ-5 лидеров по темпам квартального снижения средней цены вошли также Хорошово-Мневники и Перово. В попытках как-то оживить рынок застройщики идут на всевозможные уловки. В рекламных объявлениях они пишут скидка 20, 30, даже 40%. Но это не совсем правда. Работает это обычно так. Рыночная цена квартиры, к примеру, 10 миллионов рублей. Ну, что делает застройщик? Он сначала завышает стоимость объекта, скажем, до 15 миллионов рублей, а затем рядом пишет скидку 30% и новую цену. Те самые изначальные 10 миллионов рублей. В общем, такие старые, добрые, красные ценники. А вот кто сейчас может действительно предложить реальную и честную скидку, так это инвесторы. Новостройку ведь можно купить по переуступке прав, то есть у тех, кто вложил деньги в квартиру на этапе котлована, когда они стоили дешевле всего. Дальше с каждым новым построенным этажом застройщик повышает цены, пока не доходит до их пика при сдаче новостройки в эксплуатацию. А значит, инвестор, купивший объект среди первых, уже не в накладе. И если он не заинтересован в том, чтобы эта квартира отягощала его инвестиционный портфель в будущем, он может позволить себе сейчас скинуть миллион-другой. Ну, давайте подведем итоги. Как говорил великий комбинатор Остап и Брагим Берта Мария Бендер Бэй, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Цены на московскую недвижимость начали снижаться, но это будет долгий и, скорее всего, мучительный процесс. Потенциальным покупателям жилья стоит запастись терпением. Ну, наверное, нет смысла ждать какого-то невероятного падения, но коррекция в пределах 5, 10 или даже 15% вполне возможна. Ну, это были Деньги24. Увидимся.